МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. Причиной массового отравления в детском лагере в Евпатории стал норовирус. К такому выводу по результатам проверки пришли сотрудники Роспотребнадзора. По информации ведомства, сейчас ведутся лабораторные исследования с целью установить источник инфекции и факторов передачи. Напомним, сейчас госпитализировано 54 человека, среди которых 49 детей. Для сравнения, всего в лагере Лучистый отдыхают 580 человек. Пострадавшими оказалась группа отдыхающих из Казани. На больничные койки они попали в состояние средней степени тяжести. Дети обратились за помощью к медикам из-за рвоты и диареи. Уже ночью госпитализировали более 30 школьников. Трое из них были в реанимации. Самочувствие у всех было ближе к удовлетворительному. На сегодняшний день у нас идет вопрос, продолжается диагностика, выяснение теологии. И по мере стабилизации состояния, самочувствие у этого дети будут выписаны в лагерь. Опасности и угрозы для жизни детей не существует и не существовало даже при поступлении. Наровирус – один из самых распространенных причин желудочных инфекций. Всего 10 частиц этого вируса достаточно для заражения человека. Попадание вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей. Принятие генерального плана строительства долгожданных объектов здравоохранения и КОС Южные – вот те глобальные проблемы, которым должен уделить особое внимание недавно назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Такую позицию высказала сенатор Федерального собрания от Севастополя Ольга Тимофеева. Без очистных сооружений мы с вами начнем, ну, образно скажем так, хотя и не образно, наверное, гибнуть в самое ближайшее время. Это задача номер раз, и подойти к ней нужно не по принципу освоения бюджетных средств, а именно решение комплексной задачи, направленной прежде всего на обеспечение безопасной среды. С точки зрения Ольги Тимофеевой, севастопольцы устали от постоянного политического противостояния в городе. Сейчас Михаил Развожаев получил возможность вернуть доверие народа к местной исполнительной власти, считает сенатор. Ему необходимо доказать, что он пришел для работы не просто на благо города, некое абстрактное благо, а для совместной работы с жителями города, для решения сложных социально-экономических, социально-политических задач. Успех в решении этих задач, по мнению Ольги Тимофеевой, зависит от того, получится ли у Михаила Развожаева наладить конструктивный диалог с севастопольцами. Если цели и задачи носят государственный масштаб, человек будет подходить одним образом. Если цели и задачи – это личное обогащение и обогащение ближайшего окружения, задачи будут решаться совершенно по-другому. И мы с вами наблюдали на протяжении последних трех лет, каким образом и как подобные задачи решаются. Сенатор выразила надежду, что временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев с полной ответственностью подойдет к возложенным на него обязательствам и не подведет жителей города. Севастопольское отделение политической партии «Родина» готово к проверке собранных подписей в городской избирательной комиссии. Об этом заявил председатель регионального отделения Иван Камилов. Он напомнил, что в режиме реального времени любой желающий мог увидеть, как идет сбор подписей в поддержку непарламентских партий и самовыдвиженцев в медиа-центре «Севастополь» на проспекте Нахимова-1. Трансляция шла и в официальном YouTube-канале. Там же можно было увидеть и количество подписей, которые удалось собрать в поддержку непарламентской партии. Я выражаю надежду и уверенность в том, что избирательная комиссия будет действовать исключительно в рамках законодательства, потому что сбор подписей в поддержку партии «Родина» и наших коллег по коалиции за отставку губернатора проходил абсолютно открыто. Все севастопольцы могли в прямом эфире видеть, как люди приходят и ставят свои подписи. Поэтому надеюсь, что решение будет принято положительное. Завтра в 17 часов приглашаем всех для того, чтобы посмотреть на результаты проверки. Партия «Родина» собрала вдвое больше от установленного законом количества подписей, рассказал Иван Камилов. Партия «Родина» собрала более 3,5 тысяч подписей севастопольцев. В избирательную комиссию было представлено 1719 подписей, так как это требует законодательства. В случае, если Севызбирком подвергнет сомнению подлинность собранных данных, партия «Родина» просит севастопольцев лично прийти и подтвердить свою подпись, отметил Иван Камилов. Напомним, в список партии «Родина» вошли известные севастопольские общественные деятели. Первым номером идет Ольга Леонидовна Тимофеева, третьим номером – Григорий Григорьевич Донец. 17 июля – день основания морской авиации ВМФ России. В этот день, в 1916 году, четыре гидросамолета М-9 с авианосного судна «Орлица» Балтийского флота провели воздушный бой над морем для защиты от ударов германских самолетов русской военно-морской базы на острове Саарема. Во время боя два кайзеровских самолета были сбиты, еще два обратились вспять. Русские летчики вернулись без потерь. В годы Великой Отечественной войны авиация флота стала главной угрозой для фашистских захватчиков в боях на море. Морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов, уничтожили в воздухе и на аэродромах более 5,5 тысяч самолетов противника. В собственной авиации располагают все флоты России – Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский. Подробнее о службе авиации Черноморского флота России мы расскажем в вечернем выпуске Севинформбюро. Выделить более 22 миллионов рублей на ремонт катеров для улучшения работы морского сообщения. С такой инициативой выступил заместитель председателя законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин. По мнению депутата, необходимо внести поправки к проекту закона о внесении изменений в закон города Севастополя о бюджете Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Цитата. Правительство Севастополя несвоевременно подало необходимые документы для реализации лизинговой федеральной программы по строительству новых пассажирских катеров, где для Севастополя было предусмотрено 5 единиц морской техники. Сейчас, конечно, процесс запущен, но готовы они будут в лучшем случае в конце только следующего года. А людям необходимо полноценное морское сообщение уже сегодня, подчеркнул парламентарий. Александр Кулагин отметил, руководство Севморзавода готово взять на себя ремонт и масштабную реновацию старых катеров с полной заменой двигателей и всей ходовой части. По мнению депутата, такое решение будет не только выгодным для города, но и улучшит ситуацию с морской перевозкой пассажиров. Цитата. В данных изменениях бюджет уже было предусмотрено для морского порта 31 миллион рублей, но они тут же будут возвращены в бюджет города для погашения существующих долгов. Мое предложение заключается в том, чтобы выделить дополнительно более 22 миллионов рублей именно на ремонт катеров, что позволит уже в ближайшее время сделать удобным морское сообщение, в том числе и для жителей микрорайона Голландия, рассказал Александр Кулагин. Ранее парламентарий неоднократно заявлял о необходимости ремонта и строительства морских причалов и регулярного морского сообщения как паромов, так и катеров с микрорайонами северной стороны. В крепостном переулке рядом с исторической стеной 7-го бастиона наконец-то появится новая лестница. Об этом редакции НТС стало известно 16 июля. Государственный тендер на строительно-монтажные работы уже разыгран, и в ближайшие несколько недель подрядчик должен приступить к демонтажу старых ступеней. Подряд на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту спусков в крепостном переулке выиграл индивидуальный предприниматель Олег Шкуропат. Он занимается несколькими подобными объектами в Севастополе. В частности, лестница от площади Ушакова до Красного спуска, где работы пока приостановлены. Проект вызывает сомнения, поэтому он отправлен на доработку. Лестница у центрального рынка, которая ведет по крепостному переулку вдоль стены 7-го бастиона, отличается от объекта на площади Ушакова. Ее лишь условно можно назвать лестницей. На протяжении многих лет на состояние этого спуска, отсутствие перил, разбитые искособоченные бетонные ступени, которые присутствуют там фрагментарно, обращали внимание и депутаты Заксобрания, и общественники. В настоящий момент лестница в ужасном состоянии. Люди, которые живут в ближайших районах, которые вынуждены спускаться и подниматься каждый день по ней, постоянно жалуются в разные инстанции. Это дошло и до нас. И теперь мы взялись за то, чтобы повлиять на ее реконструкцию, на ее воссоздание первоначального вида. Предстоящее строительство прокомментировал начальник управления благоустройства Департамента городского хозяйства правительства города Николай Аралин. Актуальность благоустройства, которая, как мы все знаем, она уже давно назрела. Соответственно, в рамках бюджета на 2019 год эти мероприятия у нас в настоящее время предусмотрены. Стоимость проекта чуть больше 6 миллионов рублей. За эти средства подрядчику необходимо будет провести демонтажные работы и обустройство соответствующего спуска уже, скажем так, в новом исполнении. Буквально сегодня у нас проходило рабочее совещание на объекте по обсуждению ряда некоторых вопросов, которые периодически возникают перед началом строительного монтажных работ. В частности, речь идет о благоустройстве территории возле исторического объекта архитектуры – стены 7-го бастиона. Пока по всей ее длине запланировали полосу газона. Внизу примыкающие к стене сооружения будут демонтированы. Благоустройство этой площадки хотят рассмотреть дополнительно. Мы будем, безусловно, определенные проектные моменты также учитывать в части благоустройства окружающих территорий, поскольку политика в плане благоустройства, она все-таки характеризуется комплексностью. Здесь мы обязаны, скажем так, предусмотреть увязку со всеми городскими программами и мероприятиями, которые у нас предусмотрены как и в городских программах и бюджетах, так и за федеральные источники финансирования. Проект новой лестницы выполняла воронежская фирма «Иншсервис», которая выпустила однотипные проекты по всем севастопольским лестницам и по долговечным каменным, выполненным по индивидуальным архитектурным проектам послевоенного времени, и по таким, от которых до сегодняшнего дня осталось только название. Во всех случаях проектировщики «Иншсервиса» рекомендуют закладывать новые лестницы с сантехнической плиткой. На северной стороне после вмешательства журналистов НТС этот варварский подход удалось остановить. Одновременно остановились аналогичные работы и на лестнице с площади Ушакова на Красный спуск. Там, где лестниц в принципе не было, такие новоделы местных жителей устраивают. Ну, то, что было, так несравнимо. Но просто немножко неровная она. Однако лестница в переулке Крепостном, вероятно, получит лучшую отделку, чем ее предшественницы в ремонте. Соответствующее распоряжение властей уже есть. И если не хватит денег в пределах существующего госконтракта, укладкой плитки из натурального камня, как стало известно журналистам НТС, займутся отдельно. Строительные работы на спуске в Крепостном переулке должны быть завершены до конца года. Ксения Багинская, Елена Сачи, Анатолий Паньков, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. Не браконьеры, но строители. Можжевеловым редколесьем в Севастополе угрожает застройка. В редакцию телеканала НТС обратилась жительница дома номер 8 по улице Шафрановой. На соседнем участке, где прежде росли можжевельники, строят жилой дом. Улица Шафрановая расположена параллельно Фиолентовскому шоссе. Землю здесь приобретают под индивидуальное жилое строительство. Коттеджи вырастают на участках в среднем за год. Валентина Иванова построила дом на территории, где росли два можжевеловых дерева. Они в целости и сохранности станут частью ландшафтного дизайна. За забором еще год назад было можжевеловое редколесье. Теперь строится дом. Соседи, когда начинают строить свои дома, вырубают ценные породы можжевельника, который очень долго, насколько я знаю, растет. В этой местности, если видно, очень его много. Это была можжевеловая роща здесь называлась. А теперь, судя по тому, что происходит, скоро будет очередной бетонный мешок. В мае 2019 года женщина обратилась с заявлением в Главное управление природных ресурсов и экологии правительства Севастополя. Однако обратной связи от Севприроднадзора не последовало. Не получила ни ответа, ни реакции никакой. После моих всех заявлений соседи построили туалет, просто выкопали яму и поставили туалет уже на городской земле. Там, где еще остались живые можжевельники. На фото, сделанных год назад, видна можжевеловая рощица. Хотя владелец участка заявил, приехавший на место съемочной группе телеканала и депутату законодательного собрания Севастополя Вячеславу Горелову, что единственное дерево, которое он выкорчевал на участке, было сухим. Тихонечку подрезаем его? Нет. Серьезно? Вот одно дерево у нас было, которое здесь строится, начали когда копать. Оно у нас засохло. Мы его срезали. Ну да, засохло, наверное, как-то само собой. Нет, ну, когда копали котлован, корни далеко. Понятно. Ну, корни, да, подвезли. Почему строительный мусор вываливают прямо на корни деревьев, владелец участка не объяснил. Говорит, при стройке все так делают. А заспиленное дерево предпочитает заплатить штраф. Оказывается, это дешевле и выгоднее, чем сохранять его или заниматься пересадкой. Те работы, которые здесь ведутся, они могут урожать можжевельнику. Это совершенно точно. Можжевельник колючий, он же дельтовидный, он же красноплодный, он занесен в Красную книгу. И строительные отвалы, которые находятся за моей спиной, угрожают уже целому ряду деревьев. После звонка парламентария, в Севприроднадзор, инспектор отреагировал сразу, пообещав приехать в тот же день, чтобы зафиксировать нарушение. Выйдет сегодня инспектор, сюда посмотрит, все зафиксирует. Ну и, насколько мне известно, уже материалы переданы мировому суде, уже будут разбираться, и, наверное, человеку придется заплатить штраф. А вообще, говоря, хотелось бы, чтобы севастопольцы также активно относились к охране наших уникальных природных ландшафтов, наших ресурсов, потому что они, по сути дела, невосполнимы. Редколесия из Можжевельника Высокого занимают 8,5% территории в Севастопольском районе и образуют самые крупные массивы в Крыму, сказано в Красной книге. Когда факт вырубки дерева фиксируют севприроднадзор, документ передают для принятия решения мировым судьям. В этом случае физическим лицам грозит административный штраф до 5000 рублей. Вдобавок придется заплатить сумму ущерба в зависимости от диаметра дерева. В среднем около 50 тысяч рублей. В Севастополе перед судом предстанет бывший заместитель старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Гагаринскому району. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, 36-летняя женщина обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Как полагает следствие, будучи работником службы судебных приставов, она подготовила и внесла в автоматизированную информационную систему Федеральной службы судебных приставов в России заведомо ложное уведомление о том, что 8 должников погасили задолженность по исполнителям документов, после чего подписала своей электронной цифровой подписью незаконное постановление о прекращении исполнительных производств. Материалы уголовного дела направлены в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу. В Севастополе одним благоустроенным сквером станет больше. Небезразличные жители нашего города защитили от беспощадной застройки зеленую зону в Гагаринском районе площадью около двух гектаров. Севастопольцы вместе с представителями муниципалитета и депутатами законодательного собрания разработали проект благоустройства спасенной территории по улице Борисова. Представители общественной организации «Гражданский контроль» рассказали, каким новое место отдыха станет для детей и взрослых. Сейчас этот сквер по улице Борисова выглядит уныло и неухоженно. Однако его могло и не быть вовсе, говорит член научно-экспертного общественного совета при управлении охраной объектов культурного наследия правительства Севастополя Елена Кравченко. Сквер, на территории которого мы находимся, часть, которая сзади меня, рядом с 54-й школой, там должны были вырасти 4 девятиэтажки. Но благодаря усилиям жителей и помощи депутатов, законодательного собрания и нашей активности, в итоге удалось этот сквер отстоять и родился проект, который будет реализован в 2020 году. Проект зоны отдыха разработан до мелочей с учетом мнения жителей близлежащих домов. Сквер будет замечательный, потому что жители принимали активное участие в создании этого проекта. Он будет функциональным. Будет две детские площадки, патриотическая зона, альпинарии, зона отдыха с перголами. Люди, которые проживают на данной территории, в районе домов Бориса Михайлова, Корчагина, героев Бреста, Кисаева, они с нетерпением ждут, когда проект этого сквера будет реализован. В общем, мы счастливы и довольны. Также удалось при этом сквере создать пешеходную зону, так как отдых в данном сквере должен быть безопасным и комфортным. И данная зона будет использоваться для прогулок, для игры, подвижные какие-то игры, катания на скейтах, велосипедах и прочее. Севастопольцы добились установки фонарных столбов на небольшом участке дороги в районе улицы Борисова. Зона, которая находится между Новусом и Пудом, зеленая, она также внесена в список территорий, которые будут обслуживаться за счет бюджета города Севастополя. И там будет разработан проект установки новых опор освещения. Также будут разбиты клумбы, будет ремонт тротуара. Кроме того, на прилегающих к скверу улицах отремонтируют тротуарные дорожки, рассказывает Елена Кравченко. Проект по ремонту тротуаров от улицы Пожарова и до Бухты Казачьей выполняет компания «Приоритет». Архитектор Юрий Бербеца рассказал, что во время разработки проектно-сметной документации стало ясно, существующие тротуарные дорожки в этом районе не соответствуют нормам. Норма – это, во-первых, нормируемая ширина, минимум полтора метра, плюс сам пирог самого тротуара. Это там должен быть щебень, песок, слой и нормируемая толщина асфальта. То есть от четырех сантиметров и выше. Во многих местах была ширина тротуара не по нормам. Бывало метра, бывает и меньше. То есть приходилось как-то придумывать, как же расширить его, чтобы было по нормам и удобнее людям было ходить. Тем временем готовый проект благоустройства сквера по улице Борисова готовят к оценке экспертов глав госэкспертизы. После – стандартная процедура определения подрядчика. Затем, как будет идти процесс благоустройства, проследят представители гражданского контроля. Инвестивная группа гражданского контроля будет наблюдать и контролировать со стороны общественности работы, которые будут проводиться по устройству данного парка. Общественник обратил внимание городских властей, что о предстоящих работах по ремонту тротуаров и реконструкции сквера необходимо заранее оповестить жителей близлежащих домов. Дарья Юхновская, Юрий Рютин, Севенформбюро. Проект реконструкции спорткомплекса имени 200-летия Севастополя одобрен главгосэкспертизой. Об этом сообщает пресс-служба федерального учреждения. Положительное заключение на проектно-изыскательские работы было выдано ранее. К концу 2020 года в загородной балке должен появиться современный мультиспортивный объект. Реконструкция пройдет в два этапа. Первый предусматривает создание универсального стадиона с легкоатлетическим ядром. Волейбольный и баскетбольный площадок оборудуют трибуны на 2000 зрителей, прожекторы и четыре теннисных корта. Также у спорткомплекса появится парковка на 270 машиномест. Второй этап реконструкции затронет бассейн. Он станет крытым олимпийского формата. Восемь дорожек по 50 метров и вышка для прыжков в воду. Возможен и третий этап – строительство еще одного крытого бассейна для водного пола. Кроме того, в состав спорткомплекса войдет ледовая арена. Соседний недострой снесут, и на его месте появится новый каток. А также физкультурно-оздоровительный комплекс. По проекту запланировано благоустройство и озеленение территории. Ранее сообщалось, что вся стоимость реконструкции стадиона имени 200-летия Севастополя может достичь полутора миллиарда рублей. Средства предусмотрены по федеральной целевой программе. Временное ограничение движения любого транспорта на спуске Котовского, кроме технологического, принадлежащего специализированным службам города, вводится с вечера пятницы, 19 июля, по раннее утро понедельника, 22 июля. Об этом сообщает Департамент транспорта и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Дорогу перекрывают в связи с корректировкой графика производства ремонтных работ. По автомобильной дороге по улице Котовского нельзя будет проезжать с 22 часов 19 июля до 5 часов утра 22 июля. Департамент транспорта приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршруты объезда. Севастопольские театры представят лучшие премьеры года на фестивале ТОН. В течение недели артисты будут искать успешные постановки уходящего сезона, а экспертный совет отметит их главные достижения. В жюри критики из Москвы и нашего города. Зрители увидят спектакли по пьесам Булгакова, Достоевского, Островского и других драматургов. Главная идея – привлечь внимание к Севастопольским театрам, как к уникальному явлению театральной культуры России. Эта неделя будет интересной для ценителей театра. Самые яркие представления мастеров Севастопольской сцены представят на фестивале ТОН. Каждый день городские трупы будут играть лучшие постановки. Фестиваль проходит в нашем городе третий раз. Стало понятно, что нам нужна профессиональная критика, нам нужен профессиональный разбор. И сейчас этот фестиваль необходим нашему театру и нашим коллегам, и актерам, и режиссерам, и художественным руководителям, как возможность проверить себя, насколько мы являемся в тренде, насколько мы современны в своих выражениях театральных, насколько то, что мы делаем, может быть интересно не только здесь, в городе Севастополь, но и на материке, в России. Судить театральные премьеры будет экспертный совет и журналистское жюри. Российский театральный критик Марина Тимашева не первый год оценивает севастопольские спектакли. Я ожидаю хорошего театра, хороших спектаклей, поставленных режиссерами, которых я люблю и которых я давно знаю, сыгранных актерами разных театров, которые все равно все хороши необыкновенно. Но я жду счастья, счастья. Театр хороший – это счастье. Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского представит на суд жюри пьесы «Мастер и Маргарита» и «Бесы». Главный режиссер театра Григорий Лифанов к замечаниям экспертов обещает прислушаться. Всегда мнение другого человека, профессионального человека, оно очень интересно. Марина Александровна Тимашева для меня авторитет, поэтому я с удовольствием выслушаю ее мнение. Ну и наше журналистское жюри тоже мне интересно. Любые мнения, любые суждения, потому что они дают возможность не стоять на месте, развиваться. Драматический театр имени Бориса Андреевича Лавренева представит на фестивале постановку «Не все коту масленица». Актеры Севастопольского академического театра танца имени Вадима Альбертовича Елизарова покажут премьеру спектаклей «По щучьему велению» и «Кровавая свадьба». Трупы Севастопольского театра юного зрителя представят две работы – постановка «Урод» и «Обломов». Закрытие фестиваля пройдет в заповеднике Херсонес-Таврический, где на сцене античного театра актеры сыграют пьесу древнегреческого комедиографа Рестофана «Женщины в народном собрании». Маргарита Чернуха, Юрий Реутин, Севинформбюро. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Эфир вечером в 19 часов, в 21.30, в 23.00, ночью в 2 часа и в 3.30, утром в 6, 8 и 10 часов, днем в 12.05, 15 и 17.30. Телефон редакции городской 590062, а также мобильный плюс 7978-93131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте. НТС Дефис ТВ. Ком. Ждите новостей. До встречи.